Ежегодно Росстат публикует численность чиновников в России и размеры их заработной платы. То, что статистика неутешительная, догадаться несложно, точнее печальная она только для нас, налогоплательщиков. Так за последние 10 лет армия государевых людей увеличилась вдвое, но и здесь наш дотационный регион не оплашал. Забайкалье входит в топ-10 из 85 республик и областей России по росту числа чиновников. Причем их количество обратно пропорционально эффективности их работы. Другими словами, чем больше муниципальных и государственных служащих, тем сложнее объяснить простому народу смысл их существования. Четыре района в городе и самый маленький из них железнодорожный район. Я так понимаю, что там где-то население у нас в пределах 35-40 тысяч человек. Ну зачем нам вот это вот разделение, не разделение, а дублирование полномочий. А представьте, сколько денег железнодорожная администрация в месяц получает, не говоря уже о том, чтобы в год посчитать, сколько получает элементарно на зарплату, на содержание здания и так дальше. В Забайкалье на каждую тысячу жителей приходится в среднем 6 чиновников. Это по самым скромным подсчетам и принимая во внимание только администрацию губернатора, районов и поселений. Если сравнивать российские зарплаты муниципальных служащих с другими категориями работников, например, такими как учитель, инженер, медик, то разрыв будет весьма существенным. К 2025 году, по целевому прогнозу, их средний уровень доходов вырастет более чем в два раза. Скучная наука, статистика, неприятно, когда наш гнев по поводу недостаточной и неэффективной работы администрации обретает четкие формы. Вот это дублирование, дублирование полномочий, которое сейчас происходит, ну смысл, обращаешься к главе района, а у него нет полномочий, у него нет возможности, у него нет достаточного бюджета. Становится хорошим тоном каждого политика призывать к сокращению количества работников администрации. Но наше законодательство не требует обязательного выполнения предвыборных обещаний. Другая сторона вопроса, наши муниципальные служащие не сидят в чистом поле. Внушительная статья расходов это покупка оргтехники, мебели, бумаги и прочего. А количество административных зданий? В Чите не хватает школ, детских садов, общественных центров. Строить новые денег нет. А вот попросить чиновников ужаться или вовсе освободить помещение вполне реально. Хорошие, нормальные, трехэтажные здания, но теперь железнодорожная администрация, они даже не знают, что делать с этим зданием. Они часть его отдали под Сбербанк, они запустили туда, там, парикмахерская, они там, там, нотариус находится. То есть они уже сами это понимаете, они не знают, что им, чем заняться, как содержать это здание. Сделайте из него, в конце концов, пристройку, реконструкцию и сделайте детский сад. По некоторым оценкам, общая численность работников государственных и муниципальных органов России составляет около 2 миллионов 400 тысяч человек. Это 3,3% от общей численности занятых в экономике страны. То, что необходимо что-то делать с армией чиновников, которая в разы превышает собственно вооруженные силы, понимают, кажется, все. Понимают, но делать что-то не торопятся. Почему? Депутат Гордумы Александр Щебеньков на заседании Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи выступил с инициативой сократить количество районов в Чите, упразднив железнодорожный. Его предложение было встречено, если не с юмором, то без особого интереса или волнения со стороны сити-менеджера Александра Сапожникова и представителей администрации города. Не боятся чиновники подобных инициатив. Они даже придумали меткий термин подобных заявлений – болтология.